Знаете, мне кажется, меня обманули. Я для чего снимаю такие видосы? Он серый. Чё, поехали нам? Здравствуйте. Конечно же, заколка, мода женщина. Давай, сделай мне заломы, пожалуйста, моя хорошая. Океан Жемчужина 2017. Чё, красотка уже, да? Я приношу свои извинения за название этого видео всем продавцам этого хорошего косметоса. Это, что она дотребляет. Однако, я считаю, что это трэш. Но давайте протестируем, поглядим. Вдруг не трэш, кто знает. Я сегодня много чего приволокла. Праймер, с которого, конечно же, я начну свой замечательный макияж. Это не Макс Фактор, если вдруг вам показалось. Это тон Макс Фасфер. Это тон Макс Фасфер. Контур, какая-то коробочка с бровями. Контур, в подарок, к которому шла вот такая прекрасная кисть. Это просто смешно. Хайлайтер в стике. Очень красивая пудра. По упаковке красивая. Как по работе? Проверим. Отражатель хейтеров клубника. У меня уже был обзор на персик. И да, я решила купить ещё и клубнику. Кто-то положил мне вот такую замечательную карточку. Спасибо. Фиксирующий спрей. Консилер, наверное, самая дорогая вещь из этого видоса. И вот такая огромная палетка. Я её ещё вроде бы не открывала. Поглядим, очень интересно. Начну я, конечно же, с праймера. Я уже нанесла крем для того, чтобы, ну, вот этот Макс Файзер прекрасный до меня не добрался. Такая-то клубничка. В принципе, у нас сегодня такая клубничная, да, клубничная тема. Natural Essence. Как использовать? Нажмите. Я даже переводить не буду, тут бред. Что нам обещают? Невидимые поры, коррекция тона кожи, изоляция и увлажнение. Хорошо, что идёт в коробочке, очень приятно. Типа before, after. Ну-ка, давайте, иди ко мне. Сейчас будем проверять, стану ли я такой же красоткой, как на этой коробочке. Я её выкину, да? Окей. О, вау. Блин, ребята, очень красиво. Конечно, здесь такая спиралька. Без масла написано. Ничем не пахнет. Подождите, я только наполовину нанесу. Я же хочу быть такой же красоткой. Потому что здесь вообще какая-то чёрная магия. Я стала красная. Знаете, мне кажется, меня обманули. Ну или, как говорится, меня уже ничего не спасёт. Вот вы показываете свой товар в таком виде, блин. А я красная. Что такое? Я хочу быть как на картинке. Там дама так преобразилась после использования этого праймера. Знаете, я прожила довольно долгую жизнь. И я очень недовольна. Вот я посидела немножко с праймером. Знаете, я не поменялась. Обидно, обидно очень. Кис Бьюти. Так не делается. Меня обижать вообще-то нельзя. Но кожа так-то, да, конечно. Наносить на себя ноу-нейм очень приятно. Значит, Макс Фа... Как там его? Макс Фасфер. То, чего мы заслужили. Да. А, подождите. Спасибо за покупку. Получи бонус. Давайте я прикрою номер, чтобы вы случайно бонус не получили вместо меня. Потому что здесь целых 100 рублей. Можно будет купить ещё один такой тон. И каждый раз, понимаете, вы пишете отзыв и идёте на... Получаете 100 рублей. Значит, оттенок у меня... Да. Фаих. Фаина, фаина. Weightless fill non-pore clogging. Окей. Не забивает поры, да, значит. Найдите оригинал. Ладно, я на это ругаться не буду. Потому что знаю, что многие люди очень... О, он уже сам вываливается. Многие люди не любят, когда я вот так говорю. Неприятно, наверное. Я вам скажу, что Макс Фасфер, да. Но это просто... Это уже край. Это уже предел. Фу, пахнет как... У меня есть парфюм такой, мужской. Фу, у меня просто ассоциация с ним не самая приятная. То, что Weightless хорошо. Какая я красотка. Кому-то нужен такой полупрозрачный тон. На что я скажу, ни в коем случае не Макс Фасфер. Это не паль. Ладно, он стоил не 100 рублей, по-моему. 200. Ничего, два отзыва напишите и ещё один тон возьмёте. В подарок. Ребят, дышать нечем. Хорошо, что они детским кремом. Я для чего снимаю такие видосы? Во-первых, чтобы поржать. Во-вторых, чтобы вас повеселить. Но самая основная моя цель, это чтобы вы это дерьмо не покупали. То есть, я потратила деньги, чтобы вы не покупали ноунейм. Понятно? Не надо это покупать. Но если вы хотите, пожалуйста, вот такой прекрасный результат от Макс Фасфера. Такой известный бренд. Вы не знали про Макс Фасфер? Ну, вы странная. Так, консилер у меня сегодня от бренда Клареса. Нам нужно всё лицо Клареса. Это не трэш косметика, это польский бренд. Я его увидела у Зарины Скрудж. Но если надо всё лицо, то я куплю. Консилер я уже тестировала. Хороший. Тон воняет, ребята, отвратительно. Знаете, не очень приятные ощущения. Консилер уже готов. По этому времени вот такого замечательного кремового хайлайтера. Из-за того, что тон выдает прекрасную парфюмированную одушку, я не чувствую, чем пахнет вот эта палочка. Это не очень хорошо, понимаете? Я понимаю, что это кремовый хайлайтер. Кто-то вот пользуется этим, да? На освощи сделаю. Может, поверх пудры потом нанесём? Поглядим. Это просто смешно. Риба бьюти. Договорились. Я вот волосы никак уложить не могу. Вот этот пушок я гладила, гладила, сглаживала. Знаете, почему у меня волосы растут так быстро? Каждый раз отрезаю, каждый раз показываю, что очень быстро отросли. Потому что витамины надо пить. И ногти у меня в нормальном состоянии, хотя многие придираются. Я уже больше полугода принимаю витамины от халса. Что такое халса? Вдруг вы впервые слышите и не знаете. Это сервис по индивидуальному подбору витаминов и минералов. Мне вот пришла новая коробушечка, так, QR-код пряжу, чтобы никто не увидел. Вот так выглядит подбор моих витаминов. Ну как подбор? Карточка с информацией. Я, как обычно, заказала вот такой дизайн, потому что мне очень нравится. Он красиво смотрится у меня на полке. Две коробочки мне пришло, но подождите. Как я и сказала, халса – это сервис по индивидуальному подбору витаминов. Халса с помощью врачей и нутрицологов разработали специальный опрос, который я тут где-то сбоку прохожу. Который аналогичен прямо у врача и помогает выявить витаминный дефицит. Однако, ребята, если вы хотите еще более точный подбор, хотя мне подобрали то же самое, что мне подобрала моя эндокринологиня, вы смело можете сдать кровь на витамины, отправить их халса на почту, и вам подберут витамины более точно по вашим дефицитам. Давайте посмотрим, что мне в этот раз пришло. Здрасте, Марина Сергеевна. Здравствуйте. Триптофан, витамин D, ну потому что я на севере живу. У меня нет солнца, мне его не хватает. Б-комплекс, омега-3 и цитрулин-малат. Что-то такое я вообще не знаю. У меня обычно всегда витамин D приходит и омега-3. Я еще дополнительно магний пью, если у меня он в коробочке не пришел. И знаете, почему мне халса нравится? Мне не надо самой думать, что с чем сочетается, какой витамин можно пить, какой нельзя. Они сами все это подбирают автоматически и вам отправляют. Некоторые витамины нельзя пить больше полгода или, например, больше трех месяцев. И халса следит за этим. Например, мне, по-моему, вообще впервые витамин B пришел. Потому что у меня до этого был передоз. Потому что витамин B, особенно B12, но у меня тут B-комплекс. Это очень опасно. Можно передозироваться и все, будет не очень хорошо. У меня были последствия от передоза B12, поэтому будьте с этим осторожнее. У вас есть персональная рекомендация, почему вам подобрали именно эти витамины. Вам приходят две коробочки. В каждой по 15 пакетиков получается один пакетик в день. С утра просто пьете и живете спокойно. Весело, с хорошими волосами, ногтями и кожей. Потому что можно выбрать цель, для которой вы пьете витамины. У меня это улучшение сна, меньше стресса и, по-моему, красота волос. Я не помню. Каждый раз разные цели выбираю. И это выходит намного дешевле, чем покупать 5 разных витаминов. У меня однажды закупилась витаминами, было достаточно дорого. Принимать витамины, это заботиться о себе. Я пью витамины с 2020 года регулярно, а на халсу я перешла в конце 2022. Лучше все-таки заказать себе коробушки от халса. Знаете почему? Потому что ваш набор каждый месяц меняется. Мне вот ни разу одинаковый набор не пришел. У меня улучшилось качество сна, я меньше стрессую. А еще удобно то, что халса дарит вам скидку. Промокод не аффилированный, я с него не имею монетку, он просто назван моим именем. Он дает вам достаточно большую скидку. А еще хорошо то, что у халса можно заказать витамины, да? Конечно же, после того, как вы опрос пройдете, мои хорошие, вы заказываете витамины и платите частями. То есть это не кредит, не рассрочка, просто долями оплачиваете и все, каждые две недели. Конечно же, есть отзывы на отзывики, на рекоменде, пожалуйста, можете почитать, поглядеть, что кого. Но я думаю, что мой отзыв, он достаточно хорош, потому что я с ноября их витамины пью. И живу хорошо. И у меня кожа улучшилась, меня почти не обсыпает. Ну, конечно, если я не использую какой-то треш косметоз с Wildberries, то тогда у меня все хорошо. Рандомно меня не обсыпает больше из ниоткуда. Мои хорошие, можете перейти по ссылке в описании, ну или если вы меня смотрите с телевизора, как обычно, QR-код. Для того, чтобы вы не искали ссылку, не искали мой промокод, QR-код вас сразу же переведет на сайт, где вы можете заказать себе витамины. Хотя попробуйте, кто это самое? Вам кто-то запрещает? Нет, конечно. Витамины не простые, а индивидуально подобранные под вас и ваш запрос. Переходите по ссылке в описании, ну или же сканируйте QR-код и улучшайте качество своей жизни вместе с индивидуально подобранными под вас витаминами халса. А мы переходим к тому, что у меня тут капюшон, и из-за этого у меня стоит этот самый гнездо. Потому что я не могу его уложить. И контур, ребята, вот этот стик. Значит, стик называется кик, кик, чик. Если читать по китайским правилам, то вот эта буква, это не кью, это че. Получается чик. Оттенок у меня 0,4. Что за стик такой? Выкидываю коробушку. Мне сколько граммов? 6. Окей. Тут, по-моему, была сверху пластмассовая крышечка. Я не чувствую, мне тон воняет. Он серый. Так, ну-ка. А что ты такой серый? Мне нравится. Так, у нас еще вообще-то есть этот самый сухой контур. Блин, ребята, ладно. Уж Коля отконтурировалась, так что делать-то? Буду спонжем тушевать. Ай, очень низко. Ну-ка, наверх иди. Я его вроде тестировала, я не помню, чтобы он такой серый был. Покупать ноу-нейм стик. Че? Шиммер стик? Где тут шиммер? Мне очень нравится цветное. Очень боюсь, что это ноу-нейм. Что будем делать? Блин, тут опять очень низко отконтурировала. Мне бы... Так, я не буду брать этот тон. Можно? Да, пожалуйста. Я этот тон, как говорится... Ну да. Лучше не знать, что я с ним делала. Просто у меня консилер достаточно темный. Поэтому светлым тут пройдусь. All right. Вроде неплохо, да, получилось. Довольно-таки неплохо. Вот эта кисть... Просто понимаете, когда заказываешь контур, думаешь, что это кисть для контура. Но, во-первых, она отвратительная. Ворс нормальный. Так-то. Просто искусственный ворс. Чем отвратительная? Своей сборкой... Ну, ладно. Дареному коню под жопу не смотрят. Поэтому что делать-то? Брать пудру, ма, хорошенькая. У меня еще одна пудра есть. Такая черная. И тут мраморный узор. Но в другом виду все, окей? Пока что на это посмотрим. Clear Silk and Honey Powder. Медовая. Ну-ка, вы будете первые, кто это увидит. Я предположу, что это то же самое, что наша пудра с оленем. Говорю, такая же. Так, коробку выкидываю. Граммы, граммы, пожалуйста, граммов. 12 граммов. Помните, был этот мистическая коробка с Вайлбериска, с митосом? Это то же самое. Я же говорю, тут даже спонж такой же силику. Фу, нахер его этот спонж. Так. Чем черт не шутит? 12 граммов. Хорошо, верю. Верю. Лады, договорились. Так, набирается она довольно-таки неплохо. Да, я блещу, потому что, ну, Макс Фраер или как там? Фраер. Буду называть Макс Фраер. Он у нас не самофиксирующийся. Понятное дело. Еще бы он был самофиксирующимся, знаете, я бы удивилась. Ну, отражатель вот этот все еще сияет. Ну, пудра заматировала, да? Поглядите, тут прям матывает. Хорошая пудра. Ну, это все равно ноунейм. Чем опасно? Асбестом. Если вы мне сейчас скажете, ну, Марина, ну, пожалуйста, вот, что-то опять про свой асбест нам тут втираешь. Все от асбеста очень хорошо чистится. Да, чистится. Нормальные бренды чистят тальк от асбеста. А у этого бренда, как там он? Пень-пень. Я не знаю, как они от асбеста очистили свою пудру. Это сейчас можно пользоваться, думать, ой, асбеста нет тут в тальке. Тальк хорош. Зато через 10 лет, знаете, ну, как бы люди в будущее не смотрят. Потому что будущего не существует. Завтра никогда не настанет. Каждый день завтра. Понимаете? Это такая философия, да? Мы как, посмотрите, от асбеста, да, вышли. Конфидер что-то уже немножко скатался. Обидно, Клареса. Мне очень нравится эффект от пудры. Вот отвечаю. Она немножко подчерк... Что она тут мне подчеркнула? Пух какой-то. Весь пух подчеркнут. Я не знала, что у меня здесь пух есть. А вы знали? Я вот нет. Меня удивляет вот эта вещь кремовая. Она все еще сияет. Пальчиком нанесу. Ну, потому что она... Девочки... Именно девочки. Не ребята. Девочки. Фэнди Бьюти. Вы посмотрите. Один в один. Я обожаю троллить просто. Ну, ты уж меня извините. Я сижу тут троллирую. Опять же, ну, вы имеете право на свое мнение. Если вы думаете, что это Фэнди, пожалуйста. Мне не жалко. Но я вас призываю не верить тем, кто говорит, что это... Ну, Фэнди стоит 4 тысячи, да, там 3. И... А эта залупа стоила рублей 200. Вот у меня Фэнди уже немножко осталось. Но я все равно сделаю для вас сводч. Ибо мне не жалко Фэнди. И вот при вас набираю чистый палец. Одинаковое количество набрала. Ну, где Фэнди, а где вот эта залупка? У Фэнди побольше блесток. Так, тут чисто. Нет, блин. Ладно, вот здесь сделаю. И найдите Фэнди просто. Я уже забыла, на каком пальце у меня что. Потому что настолько похоже. Одни эмоции мои хорошие. Ну, я думаю, что Фэнди у меня где? Вот Фэнди. Сверху получается. И здесь. Ну, перелив-то похожий, Марина Сергеевна. У Фэнди блестки будут более мелкодисперсные. Они больше разбросаны так, чем вот тут. И эффект, отвечаю, не такой. Потому что здесь они все сосредоточены в одном месте. И из-за этого эффект отличается. Я вас даже приближу на максимум. И повышать иса не буду. Чтобы была видна разница. Да, финиш очень похож. Кто бы спорил, глаза выпучил, как говорится. Но кто спорит, тот говна не стоит. Я считаю, что это намного красивее, чем вот это. Хотя, я вас не заставляю покупать Фэнди. Если вам нравится вот такой эффектик, то пожалуйста. Я считаю, что это отвратительно. Особенно формат. Мне не нравится формат и финиш плоский. Поэтому я это выкину. Но потом, когда расскажу вам еще раз в конце, что это полное дерьмо, сюда переходим. Я его купила вместе с двумя стиками. Вот, который сегодня вам показала. И который был в другом видосе. О, хорошая, кстати, упаковка. Так, выкидываю. Я просто ввела контур, и оно мне выдалось как-то так сверху. 5,6 граммов я очень давно купила. Упаковка вообще такая достойная, ребят. Пластик плотный, не разваливается, но... Это немножко смущает. Давайте воспользуемся... Зеркала нет. Хотя тут такое ощущение, что место под зеркало. Воспользуемся... Ох, много набралось. Ну-ка, нахер отсюда. Кистью воспользуемся, которую нам подарили. Он рыжий. Так, кисть я тоже выкину. Блин, она отвратительная. Ну, спасибо за подарок, конечно. Да, спасибо огромное. Спасибо за день. Спасибо за ночь. Спасибо за сына. И за вот этот скульптор. Очень красивый дизайн. Мне нравится. Мало того, что тут есть такой паттерн. Красивый паттерн. Хорошо. Я хочу жрать. Так еще и здесь такая вот, как узор. Такой симпатичный. Надеюсь, что так виднее. Действительно, это достойно 200 рублей. Но сам продукт внутри. Посмотрите. Фу, блядь. Оно рыжее. Оно рыжее. Так, нет. Я не буду портить себе вот этот красивый стик. Вот так сделаю. Давайте я отбронзируюсь тогда. Это больше как бронзер. Хорошо. Это вещь нормальная. Просто она очень рыжая. А, конечно, контурирующей кистью делать себе бронзер, это смешно просто. Пятнит. Ну, наверное, это не сильно заметно на камере. Прям пятна-пятна. А что мне тут зажгло? Так, ладно. Давайте сделаю сводчик. Мне понравилась эта штука. Ну, ой, нежная, кстати. Очень пигментированная. На секундочку. Темная сторона не буду делать. Сделаю на светлой. Опа. Вообще хорошо очень. Очень классно в качестве бронзера. Если вы не против пользоваться брендом Maffic, то, конечно, можно купить это как бронзер. Ну, или теплый контур, если вы такое хотели. Вам еще кисть в подарок дают. Но на мне он очень рыжий. Хотя, как бронзер, вот, использовать, думаю, можно. Оставлю еще в каком-нибудь видосе. Использую как бронзер. Жаль, уже коробочку выкинула. Доставать не буду. Нахер надо. У нас, ребята, время хайлайтера. Да. И мне надо что-то сделать. Страмберин. Поехали. Коробушка очень приятная. Ты как не держишься? А если я тебя за крышку возьму, ты все? Пахнет знаете чем? Конечно, не знаете. Не перекисью. Надо же, на удивление. Таким тухлым йогуртом этим, не грибным, клубничным. Блядь, смотрю в книгу, вижу, ничего не вижу, понимаете? Я уже вроде делала свочи, тут смотрю. А граммов-то... Вы что, блядь, издеваетесь надо мной? Граммов сколько? Эксперидей 27... 17 граммов. В 27-м году оно у нас, это, стухнет. Так, набираю. Хорошо, поехали. Отражать всех хейтеров. Ну, это вообще... Подождите. Симпатично. Текстуру подчеркивают ровно как Makeup Revolution. Один в один. Только это чуть-чуть сильнее текстуру. О, хорошо. Бренд называется Sparkly. Ага. Ну, так, тут у меня этот аналог Fenty Beauty. Аналог по финишу. Хорошо. Хорошо. Более-менее он похож. Просто я вот люблю, конечно. Знаете, если бы Makeup Revolution какой-нибудь или еще какой-то бренд, пожалуйста. Просто, заебали, сделал бы известный бренд, похожий финиш, да. Например, вот у Be Perfect есть похожий хайлайтер. Он не один-один, конечно, но похож. У Focalure есть похожий хайлайтер, который такой, как, ну, как Fenty. То есть известные бренды. Я бы не выделывалась. Я бы просто сказала, что чуть-чуть похоже. А когда... Ну, скажите, Марин, почему Focalure можно? Почему другим брендам можно? А вот на этот выделываешься. Потому что это no name. Состав непонятный. Меня очень часто, кстати, вот в этом месте, ну, когда я хайлайтеры непонятные тестирую, у меня потом выходит подкожник. Представляете? Поэтому будьте осторожны. Ну, если вас не обсыпает, можете взять хайлайтер Кубника. Мне понравился. Больше, чем персик. Вот мой персик. Я вам его вроде показала. Это не мой персик. Тоже Sparkly. Просто проблема в том, что... Фу. Вот. Люфтит, да. И то, что мне пришел не такой персик, как пришел всем остальным. Там это в отзывах был другой персик. Я обильный свод сделала. Подождите, давайте еще клубнику тогда. Сколько граммов персика, я не помню, но клубника не так сильно люфтит. Так, может, я верхний слой сняла? Мне верхнего слоя нет, представляете? Так, давайте еще по трем посидим. Вдруг есть, кто знает. Тут прям обильный сводч. Поехали. Нормально. Эффект, в принципе, одинаковый, но отражение. Что у персика, что у клубники. Поэтому можно брать все, что угодно. Верхнего слоя нет. Я знатно подтерла. Ну, прикольно. Особенно мне контур нравится. Ну, с этой стороны. Ребята, мне надо сделать брови. Я их обычно делаю без вас. Тинт My Four Tip Brow. У меня бровь, вообще-то, с одним концом, а не с четырьмя, окей? Одну бровь сделаю с вами. Оттенок у меня пять. Сзади все написано, конечно же, на китайском. Ничего не понимаю. Суаке. Годен до 26-го года. А сейчас какой? 23-й. Полтора грамма. Хорошо, тут такая вилочка нарисована. Химия. Нет, вилка. А про вилку у меня... О! Нихера. А про вилку у меня нет никакого мема. Ну-ка, идите ко мне на максимум. Я все еще считаю, что так близко сидеть это не очень нужно. Но, вы знаете, мне понравилась, как сработала пудра. Она намного лучше, чем та пудра с лосем, с оленем. Я помню, та наносилась как-то странновато. А это прям, ну и тон исправила вот этот полупрозрачный. Перекрыла немножко. Приятно. Вот можно? Зачем? Вот зачем? Даже подождите. Нахера вы сунули в коробку еще в эту? В пластмассу? Вы что? Издеваетесь? С какой стороны открывается? Так, я очень плохо знаю английский. Подождите. Eye Brow Contouring Beout Tifle Eye Brow. Не ругайте, пожалуйста, меня за это. Ну, не знаю и не знаю. О! Ух! Как-то быстро я бровь сделала. Мне даже непривычно. Подождите, я привыкла там границу вырисовать. Что это такое? Минуточку, секундочку. Я эту с вами, что ли, сделаю? Очень черная. Здесь аккуратненько. А-а-а! Аккуратненько не вышло. Криво, блин. Ладно, я сегодня буду бровастый пес. Говна принес. А все, на вторую что не рисует? Вилка, ну-ка давай, работай. Слушайте, на вторую бровь не хватило. Как так? У меня одна будет яркая, а вторая... Ну, типа, я ни при чем. Я просто пришла в гости. Вот это красивее. А что ты на руке рисуешь, а на мне не рисуешь? Уеба. Ребята, вот эта бровь, конечно, это просто полный провал. Она одноразовая, я так понимаю, да? Потому что, ну, эта бровь нарисовалась, а эта нет. То есть вы покупаете одну на одну бровь, а вторую на другую. Они черные, пиздец. Не берите самый темный оттенок. Я взяла самый темный. Их там было несколько на моей памяти. Я их чуть-чуть переделаю вне камеры, пожалуйста. А то они очень разные. И, ребята, вернусь к вам. Брови исправить у меня не совсем получилось, ребята. Я тут решила два часа походить с тоном, посмотреть, что поменяется, изменится ли хайлайтер. Но все хорошо. Я снимала было 14, а сейчас 15.51. И все у меня на месте. Просто вдруг кто-то хочет купить себе тон от Макса Фраера. Ой, Макса Фазера, извините. Гель Фрея Вивер, потому что частые вопросы. Все эти два часа мой маркер стоял вилкой вот этой вниз для того, чтобы посмотреть, будет ли он рисовать. Да, брови я, конечно, не исправила, но... Давайте с ним, да, посмотрим. Ну да, рисует получше, но хватает только на одну бровь. На вторую не очень. Ну ладно, посижу, погляжу, чего кого, хотя, чего глядеть, я уже два часа сижу. И давайте, да, зак... А? Вот с заколком вот эта женщина с заломой оставила, собака сутулая. Слушаю, здравствуйте, да, я дома. Блин, ребят, сейчас приедет курьер, а я два часа сидела и ела пиццу. Палетка, давайте на нее поглядим поближе. Тут сзади штрих-код Wildberries, потом прикрываю. В принципе, та же самая информация на палетке. Вы знаете, что я прикрываю, тут одна социальная сеть, есть запрещенная. Tropical 34 color shadow palette. What does tropical remind you of? I would have said tropic. Или тогда tropical взяла бы в кавычки. Rainforest, fruit juice, children's fun, sand... Вот знаете, тропическое слово, тропическое, прилагательное, оно мне не напоминает про веселье детей. Но спасибо, что children's написано правильно. И грамматически, и орфографически. Картонная палеточка бренд DoColor представлен не только на Wildberries, где я приобрела, но и на Aliexpress. Это Aliexpress'ный бренд. У них еще кисти есть, она мне пришла как-то видеть. Немножко, ну, потрепанная вот здесь, да? Ну, ничего страшного. Рукав я, наверное, выкину. Окей, ага. Окей, спасибо. Я поражена стойкостью тона. Знаете, сжирать пиццу, сидеть, да? Упиваться энергосами. Это достаточно активное занятие. И тон на месте. Trash. Дайте маслице возьму какой-нибудь. Я пытаюсь его закончить. Мне просто интересно, как быстро закончится масло от Vivienne Sabo. Я же говорю, это... Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, курьер принесла мне контур от Bell. Давайте мы это самое другое видео дождемся, окей? Она, наверное, испугалась меня. Я обычно в середине съемок к ней не выхожу. Ну, благо мы с вами один глаз не накрасили. Окей. Вот я им пользуюсь чуть ли не каждый день. Сколько тут миллилитров? Четыре. Мне еще два в запасах, мне Vivienne Sabo прислали. Ой, боже мой, ребята. Фух, вся убегалась, вся убегалась. Давайте еще раз глянем на палетку. Я ее вам сейчас вот так покажу. Что это значит? Это типа пудра и контур? Ладно, окей. Знаете, на что похоже? Особенно вот этот Tropic, да, вот этот... Тропикал. Дизайн, кстати, зачетный. Очень качественно сделано. Все вот тут. Ну, за исключением, наверное, вот этих цветов. Они выглядят слишком искусственно. Но. Хайлайтер, блажь, бронз. Разный состав. Так, это, походу, хайлайтер. Это блажь, а это бронз. А это пудра, да? Хорошо. Напоминает своим вайбом палетку Beach Cosmetics. Моя самая, по-моему, первая, самая первая цветная палетка. Я ее покупала еще, проживая в Китае. Да, помню эти времена хорошие. Школьные годы чудесные. С шутками. Давайте засвочим кому этот хайлайтер. Ну, не только хайлайтер, а вообще все. Все сразу. Вот, знаете, формула неплохая у этих продуктов для лица. Я вообще ненавижу, на самом деле, палетки, которые многофункциональные. Где и для глаз, и для лица, и для всего. Мне такое не нравится. Но, заметьте, это плеж теплая. Хотя цвет румян, ребят, отвечаю, очень красивый. Me gusta. Понятно? Вот, мне нравится очень. Что-то я пиццу переела так плохо. Надо уже перестать есть пиццу. Наверное, да. Надо прекращать с этим. Вчера курьер пришел, говорит такой, давно не виделись, а я не заказывала в этой пиццерии достаточно давно. И раз с февраля, может с марта, а может и неделю назад заказывала, кто не знает. Ну, давно, короче. И он, давно не виделись. Такой весь скромный-скромный. Да мой, какой смешной. Ладно, что, мы румяна возьмем, да? Ну, поехали. Возьму румяна отсюда. Тут, конечно, у нас замечательный хайлайтер. Надо было не брать румяна. Этот, кстати, чуть-чуть потускнел. Вот совсем немножко. Заодно, ну, сейчас его еще больше уберем. Кстати, хайлайтеры Мейка Преволюшн, мои любимые, которые, ну, в пластмассовой упаковке, представляете, тоже тускнеют. Я вообще не замечала раньше за ним этого. Это вот новый, который печла. Нет, старый. Старый мой хайлайтер, он тускнеет. Спустя часов пять. Вообще, наглость. Бестыжий. Да, хороший Алексей. Я слишком румяная, блин, ребят. Ну, румяна неплохие. Что, нормально она носится. Главное, что не залипают. Я думаю, что это основа всех основ. Переходим к теням. Вот мне хочется сделать что-то сложное. Однако, тени-то колор. Я вроде бы ни разу не тестировала. Понимаете, в чем проблема-то? В чем сложность? Или нет? Такой вайп. А, блядь, тут таких цветов. Ну, ладно, сделаю что-то похожее. Не, ребят, цвет румян, конечно, шикарный. Если говорить адекватными словами. Но вы подождите. Вопрос. Что мне сделать? Скажи мне, что? Что мне делать сегодня? Так, зеркала в палетке нет. Беру оттенок серфинг. Да, здесь что-то сделаю. Что-то сделаю. Я хочу просто что-то, извините. Просто что-то простое. Да, что-то, что можно повторить. Все-таки есть чистая была. Так, я сдаюсь. Я беру дип дайв. На этот. Ну, вот уже что-то адекватное. Палетка стоила, кстати, недешево. Я вам скажу, около... Блин, а вам видно вообще, что я тут вытворяю? Около тысячи рублей. И за такое достаточно большое количество цветов. 30. Нормально. За 30 ярких оттенков. Синий напоминает чем-то. Синий из новой формулы Beauty Bay. Что-то вот есть похожее. О, какой красивый тут получился, да, вот вокруг. Вот этот бирюзовый. Бирюзовая тушевка. Но я все равно сверху еще бирюзового, ну, этого голубого бахнула. А черный? О, черный тоже есть. Продолжаю наслаивать. Конечно, ребята, вы помните, что лучше всего делать вот так. Берем карандаш. Я хочу взять Beach Cosmetics, потому что я им не пользуюсь. Но вы можете взять любой карандаш в цвет. У меня где-то был Influence Beauty, наверное, найти могу. Беру оттенок Таити. Хочу Таити взять. Конечно, на такой темный карандаш только Таити и брать. А, они цвет в цвет идут отлично. Почти что, можно сказать. И оттушевываем. Можно сразу тушевать. Можно было вот так прибить карандашик. Зафиксировать, так сказать. Фиксируем и тушуем. Тогда, конечно, любой цвет будет яркий. Ну, контраст, да. Просто напоминалка небольшая, что тени до Color раньше стоили 300 рублей. Но Али, сколько эта палетка стоит, я понятия не имею. Я хотела бы взять оранжевый какой-нибудь, да, сюда, вот, вовнутрь. Дайте мономакияж. Я говорила, что-то попроще. А попробуем мы насадить вот этот голубой на этого тракториста, блядь. На белую подложку. А что делать, ребят? Это у меня пилуи. Вы смело можете брать любой другой белый праймер. Нет праймера? Нахер он вам нужен? Белый карандаш. Нет карандаша? Ну что, ну, с консилера попробуйте начать. Тоже неплохо получится. Насыпаний, кстати, почти нет. Я не стала чистить базу под каткриз. Ну, потому что зачем? Все равно сверху будет голубой, а не оранжевый. Здесь будет такая рыбка-дурья. Окей, пока что начальная база готова. Я не знаю, что я сюда бахну. Я уже сразу вижу, что тут одни сатины, ребята. Поэтому, да, ну, смысл что-то тут добавлять. Здесь, кстати, достаточно большой выбор оранжево-красных и розовых. Я думаю, что равнозначно. Хотя изначально кажется, что больше красных. Вы, наверное, не видите, что из них матовые, а что нет. Матовые вот эти сверху. Внизу эти четыре оттенка это сатины. Ну, короче, их побольше, чем вот, например, выбора зеленых. Потому что, напоминаю, что оксиды железа, они не такие дорогие. По стоимости пигмента имею в виду. Так, ну, поехали с серфинг. Бахну. Я прям много-много набираю. У меня белая подложка не совсем белая. Наверное, из-за этого, да, так смотрится. Не очень хорошо. А туда оранжевый. Точно, точно. Ну, будет смотреться немножко как клоун. Ну, просто оранжевый хочется посмотреть. Текила и Санрайс называется. На свою грязную голубую подложку надо бахнуть оранжевый. Да, Марина Сергеевна, моя хорошенькая. Зато мы поглядели оранжевый на подложке. Напоминаю, что она грязная. Еще и синяя. Поэтому тут серость. Ничего, это можно металликом сгладить каким-нибудь. Но тут одни сатины. А здесь будет негативное пространство. Да, сейчас я его вырежу. Но потом. Это просто, ребята, не очень интересный процесс. Я вырежу негативное пространство. Пока что давайте на этом глазу что-нибудь сделаем. Уже не на праймере в этом вайлд. А у меня остальные закончились. Может на арси? Да, давайте что-то подороже. Палетка симпатичная. А тут-то что сделать? Я хочу что-то сложное, но в то же время я понимаю, что если я буду делать что-то попроще, то я привлеку больше людей. Потому что ну кто будет повторять какие-нибудь двойные каткризисы там? Да мало кто. Поэтому у меня вот эта палетка, она меня что-то вот не вдохновляет. Я на нее смотрю. Да? Вас вдохновляет она или как-то тоже не очень? Давайте попробуем сделать что-то уже посложнее. Фиолетово-желтое. От темного к светлому. Нет, посмотрю, как наслаивается. Coastal Sunset. Много что-то набралось. Кисть попроще тоже. Не натуральная, искусственная. А пигмента очень много. Но знаете, ребята, есть ощущение. Ощущение выбеленности. Как будто... Да, чуть покруглое. Да, что-то покруглое. Что-то круглое сделаю. Есть у меня чувство, что его выбелили. Я не играю с настройками насыщенности, когда монтирую. Потому что все может выглядеть вот так. А вы этого разве хотите? Я думаю, нет. Ровно как и я. Я тоже не хочу этого видеть. Неправду. Хотя иногда стоило бы. Мне кажется, я порой какая-то серая в видосе. Так, беру. Что я взяла? Purple Haze. Purple Haze. Okay. Purple Haze. No one. Purple Haze. Okay. Тоже высоко его оттушу. Высоко гляжу, далеко сижу. Высоко сижу, далеко гляжу, по-моему. Напряг у меня появился. Так, здесь уже буду без этого лайфхака с карандашом делать все. Просто возьму фиолетовый. Вот фиолетовый, кстати, сыпется очень сильно. Фиолетовый, сыпучая залупа. А ну-ка фиолетовый. Не будь сыпучей залупой. Так, беру Coastal Sunset, чтобы одинаково смотрелось как сверху, так и снизу. Нет, я не могу. Давайте сейчас поправлю. Поправила тоже. Снова Purple Haze. Я тут оранжевый хотела еще бахнуть. Ну нет, не буду. Не буду. Я имею в виду оранжевым оттушевать или стоит? Блин, ребят, тут кто подсказал? Я хочу брать искусственные кисти. К сожалению, у меня тут большинство натуральных. Так, оранжевый. Tequila Sunrise. Вы любите текилу? Этот, коктейль с текилой. Например, как там? Ой-ой. Это было зря. Наверное, не буду продолжать. Откажусь от этой идеи. Как называется-то? Что-то тоже с... О, боже мой. О, мой гон. Тоже что-то с солнцем. Беру алоха. А что алоха черная? Да хорошо наслаивается. Слушайте, тени достаточно сухие. Вот эта оранжевая вот эта вокруг у меня тут, конечно, сыпется. В палетке много осыпаний. Оранжевый вот этот момент вокруг, он меня напрягает. Если вы хотите оранжевым оттушевать, надо было от темного к светлому. Но в всякий случай, вдруг такое сделать хотите что-то? Постоянно в Пинтересте зависает такой макияж. Это черный, потом фиолетовый, потом светло-фиолетовый. И через какой-то общий оттенок стушевываете с оранжевым. Это несложно. Что мне делать с оранжевым намеком? Я предлагаю следующий вариант развития событий. Вырезать здесь Каткриз не моей формы. Ну как не моей? Моя форма все равно получилась. И туда насадить желтый. Как вам такая идея? Я желтый хочу посмотреть. Но какой возьмем? Сент Кесл. Или Пину Каладу. Ну конечно. И Сент Кесл. Ну что это? Сент Кесл. Ты ни разу не Кесл. Ты Касл. Помню, как меня мучили. Ой, ладно. Давайте. Белинька так набрала. На консилер. Почему я сегодня делаю это на консилер? Потому что я обычно выделываюсь, что не надо этого делать. И крайне редко показываю работу на консилере, соответственно. Поэтому надо это делать немножко почаще. Почему я редко показываю на консилере? Потому что цвет может окислиться. Тут зависит от палетки, от цвета, который вы берете. Ну и соответственно от состава. И от консилера тоже многое зависит. Консилер вот этот Клареса, да, или как там его? Он не совсем самофиксирующийся, но вот уже видно, где у меня пятнышко. Это там, где окислилась тень. Она немножко сейчас будет более тусклая. Ну, это непредсказуемый момент просто, когда вы на консилер насаживаете цветную тень. Металлик, кстати, нахер с ним. А вот цветную тень есть опасность, что нихера не получится. Беру снова Purple Haze фиолетовый. У меня сразу ассоциации какие-то с лосинками такими фиолетовыми. Бриджи, бриджи. И желтая футболка. Не знаю, почему раньше так модно было одеваться. А мне так не нравились ни бриджи никакие. Мне бесило просто это. Резкий переход. Хочу резкий такой. Но, видите, там пятно. Знаете почему? Потому что потому? Потому что черного там нет. У меня же черная тушевка была. Можно немножко почернить. Очернить репутацию фиолетового. Ладно. Что-то мне, ребят, понесло. Видите, залип? Это все, консилер. Поэтому осторожнее будьте с этим, пожалуйста. Ну все. Намешала какую-то здесь плеш на самом деле. Мне не нравится. Потому что оранжевая вот эта хуйня некрасивая. Сюда, может, какой-нибудь сатин насажу. Но пока я не ушла. Просто у меня сейчас эта съемка закончится. Потому что уже 27 минут. Я вам покажу в углу. Желтый сатинчик. Называется Sunbathe. Sandcastle. Ну, хотя названия сходятся с палеткой. Что я выделываюсь? Типичный сатин. Нам здесь делать нечего. Так, ну и давайте Palm Beach. Palm Beach. Сюда. Не, сатин, ребят. Ну что, что с него взять? Как говорится, да? Сюда сатин брать не буду. У меня от нависания будет некрасиво. Вырежу просто негативное пространство. Сделаю. И вернусь к вам. Будем обсуждать все, что я сегодня тестировала. Какая-то бледная, да? Это все румяна. Готово. Так, как я обещала, негативное пространство. Вроде нормально вышло. Я его закрепила. Ну, тут консилером вырезала. И закрепила пудрой из вот этой палетки. Также давайте по глазам сразу же. Ну как? Обзор на трэш сванберец не может обойтись без моей любимой подводки Лороса. Она у меня здесь. Ну, стрела обведена. И тут вначале, чтобы так, разбавить немножко. Но что на этом глазу не так? Неправильная ресница. Зачем наклеила? Специально, чтобы показать, что будет, если вы подберете ресницу неправильно. Ресни очень сильно влияют на форму глаза. Тушь на обоих глазах, соответственно, в Венсебо. Карандаш для губех. Вот это Makeup Forever. 506N для с какао, какао, ко-ко-ко. Лайнер тоже в Венсебо. Это была пиар-рассылка в оттенке Софи. Мне нравится. Ну что? Что я могу сказать? Макияжи вышли хорошие, да? Но здесь не будем на оранжевый смотреть. Потому что грязновато. Вот я тут сама испортила. Да, цвета хороши, ребята, хороши. Но светлые, как мне показалось, чуть-чуть выбеленные. Вот совсем немножко. Но это делается, чтобы пигмент подразбавить. Оранжевый такой. Так себе тоже. Но это, опять-таки, вероятнее всего, что я это испортила. Но работает без подложек. Так, заметьте, мы сегодня сделали мы и я, и я, и моя шизофрения, походу. Мы сегодня сделали хороший макияж. Такой достаточно цветной, яркий. И, напоминаю, без подложек. Ну, белое. Давайте считать не будем. Потому что иначе так ярко бы не было. А здесь у меня просто консилер. Кстати, на этот консилер именно эти тени легли неплохо. Вот поэтому надо знать, какие тени на какой консилер наносить. Давайте пару сводчей сделаю. Сводчи вот этих вещей для лица я уже делала. Все 30 я не засводчу. Потому что вот эти сатины, да, ну зачем их сводчить, ребят, мои хорошенькие? Вот, пожалуйста, первые сатины. Так, желтые я уже вижу, сводчила. Совсем про это забыла. Сатинчики. Сатинчики, значит, желтые у меня здесь. Вот этот какой? Palm Beach, нет. Ребят, мы потерялись. Походу, вот он, он здесь. Ну, сатины как сатины. Что сказать? Даже, ну, наверное, старая формула металликов. Так могу это обозвать. Я сегодня брала текила, санрайз, пинаколада. Давайте еще Джорджи возьму. И флорал, хорал. О, Jesus Christ, у меня там просто осыпание. Coral Reef. Самые интересные яркие цвета. Вот так. Ой, я, походу, нас один, что ли, засвучила. О, розовые, кстати, хоро... Ох, ох. Зря я розовый макияж не сделала, но это будет типично. Я люблю сложные цвета показывать. Что-то типа синего, осыпания, фиолетового, да. А что розовые? Блин, их все нормально делают. Почти все. На моей памяти, во всяком случае. Из моего опыта все нормально делают эти цвета. Ну, вот зеленый хочется поглядеть. Таите, вот я брала, да, синий. О, неплохо. Очень маленькие рефилы. Уже переходим на эту сторону. И из-за этого мне тяжело туда пихать свои пальцы. Таите, да. Таите такой. Но вот это то, что я брала, тушевала здесь. Достаточно хороший цвет. Однако слегка сероватый. Ну, то есть выебеленный, сероватый. Назвайте как хотите. Но, блин, ребят, достойная палетка. Я когда ее заказывала, я думала... Мне посоветовали ее. Спасибо огромное. Я думала, что это будет вообще... Ну, не очень. Хотя я знаю, так черный засвучим. Ну, ладно, еще коричневый для любителей нюда. Я думала, что эта палетка будет вообще какая-то фи. Но вы поглядите. Ничего не фи. Ну, ладно, фиолетовый не очень. Это черный. Я еще что-то засвучила. А коричневый для любителей нюда. Посмотрите-ка, хорошая палетка. Особенно, наверное, если вы делаете один цвет на весь глаз. Но у меня не один цвет на весь глаз сегодня. И, ну, блин, я поражена. Я тут, кстати, продлила синий карандашом. Вот здесь. Наверное, не очень видно. То есть не тенями. Ребята, я почти все засвучила. Все засвучила с исключением сатинов. Придется сюда перейти. Не люблю. Но что делать-то? Муравью хер приделать. Вот такой оранжевый есть. И вот который я брала. Да, вот он над желтым. А что я его брала? А, сюда брала. И в тушевку на какой-то хер взяла. Вы знаете, я думаю, что это достойно. Блин, я уже все засвучила. Давайте пару сатинов. Все, все. Не засвучила. Буквально два оттенка. Так, сатин. А, металл что ли? Ну, это точно сатин. Однозначно, посмотрите. Вообще прям сатинистый-сатинистый. Типичный такой глянцевый жук. Это тоже глянцевый жук. И это глянцевый жук. Три глянцевых жука. Теперь вместо того, чтобы гореть сатин, буду гореть глянцевый жук. Так будет понятнее. Видите, у них вообще блестяшек нет. Получается, здесь у нас старая формула металликов. Истинный сатин. Все, мы договорились. Что сказать? Тон был прозрачный, да. Ну, держится. Кстати, опять ничего не сказала про спрей. Смотрите, прозрачный. Магия. Он становится такой перламутровый. Мне он понравился. Представляете, это бренд Туз. Извините, пожалуйста. Хорош. Да. Продлевает стойкость тона немножечко. Но самое главное, что он придает сияние. Я крайне редко люблю спрей. Тем более, какие-то Туз, да, какой-то. Но я про него слышала от некоторых блогеров. Ну, от нескольких людей. Поэтому нормальный что? Нормальный спрей. Его бы могла советовать. Так, по палетке. Давайте еще издалека на нее поглядим вместе. Вы на экране. А я вот издалека погляжу в это маленькое окошечко, где я ничего не вижу. Не напрягает меня, конечно, вот эта вот ситуация. Но кому-то очень нравится. Покупать сразу палетку, где и для лица, и для глаз. И вау, круто. Нет, не круто, блядь. Лучше купить отдельно что-то хорошее. Но это, в принципе, неплохие вещи. Вот эти румяшки. Ну, смотрите, стойкие. Я уже сколько сижу? Уже, блядь, 3 часа, 4. Ух, 4 с лишним часа сижу. Потому что 2 часа перерыв был. Ну, вы помните. Ребята, палетка сводится очень хорошо. Особенно розовая. Но работает чуть-чуть похуже. Некоторые цвета. Например, мне не понравилась работа синих. Я почему так говорю? Потому что я уже сразу вижу, как работает. То есть мне не надо 10 лет там ее тестировать. Однако, неплохо. Вот, ну, выбеленно. А вот фиолетовые, я уверена, розовые тоже хорошие. Поэтому ради синих, да тут их всего 1, 2, 3 и все. 3. Да, ради синих не надо брать. Но в целом палетка адекватная. Если у вас была когда-то BH Cosmetics Brazil, что-то там, то это та же самая формула, что и у BH Cosmetics. 1 в 1, как по мне. Я бы с радостью сравнила составы. Но мне лень искать состав BH Cosmetics. Да, я уверена, что состав одинаковый. Потому что BH тоже, по-моему, делается в Китае. Делался, извините. Его Make Revolution выкупил. Revolution. Так вот, я эту палетку советую. Это адекватный бренд. Доколор. Я знаю их у них. Ну, в плане знаю. Давно этот бренд знаю, соответственно. На Алиэкспресс есть кисти от Доколор. Но у меня, по-моему, что-то было от Доколор. Нет? По-моему, что-то нет. Первая палетка, что ли? Но, короче, бренд на слуху. То есть, не какой-то там спаркли... Спаркли... Ну, вы поняли. Спаркли. Да. Это хороший, достойный бренд. И палетка. Да. Пудра. Ну, блин, ребят. Ноу-нейм. Да. Опять же. Мне, конечно, понравилось. Но, я думаю, вы понимаете. Но, я думаю, вы понимаете, что я пользоваться не буду. Опять-таки, не из-за того, что я зажравшаяся. Наконец-то это сказала. Собака сутулая. Не из-за этого. А потому что это ноу-нейм. Даже вот будь у меня... Вот знаете, сколько она стоила? Мне так хочется ценник посмотреть. Я не скажу, что эта пудра какое-то дерьмо, да? Типа, фу, не надо. Нормальная. Если вы не боитесь, конечно же. Кстати, консилер от Клареса обошелся в 415 рублей. Мне очень нравится. Он хороший, не скатывается быстро, да? То есть, держится долго. Этот фиксатор. Фиксатор наш. 273 рубля. Так, контур я хочу забыть. Сухой скульптор плюс кисть в наборе. 331 рубль мне обошелся. Я не хочу его обсуждать. Подождите, вот это вот пудра. Матовая пудра, консилер. У меня просто как... Знаете, это как оксюморан. Хорошо. 170 рублей. 285 людей купили. Так, она сейчас стоит 150. Вы что, забрали у меня? А, ну ладно, я 20 мая покупала. Неважно. В общем, ребята, я... Ну, я переживаю вам советовать, но она им хорошо. Мы не знаем, что будет. Конечно, 4.4 звезды. Всем все нравится. Странный запах. О, у меня, кстати, фраер выветрился. Ну, чуть-чуть. Пахнет каким-то кремом для рук. Да, аромат вообще странный. Ну, еле-еле. Так, пудра хрупкая. Все пошел на выброс. Я ее случайно уронила. Моя хорошая. Не роняй пудру. Ну, ты что? Ну, тут даже... Да, стоит 170 рублей, но уронять ее не надо. Ну, как бы аккуратнее. Короче, понравилось. Но, отвечаю, пользоваться я не буду, потому что это ноу-нейм. Будь. Здесь написано Эвелин. Пользовалась бы, да. Отвечаю, пользовалась бы. А тут, ну, состав на китайском, да. Даже состава нет. Он, наверное, на коробочке. Я все равно ничего не пойму. Поэтому на свой это риск. Понравилось? Конечно. Тон нихуя не держит. Очень понравилось. Не надо. Не надо. Хорошо. Хайлайтер 167 рублей. Отлично. Только он уже немного... Ну, как, немного. В два раза потускнел. Хотя я тут сверху румяну наносила. Но я снова спешу напомнить, как он выглядел у меня в самом начале. И как он выглядит на данный момент, да. Ну, вот. Все. Мы немножко забыли. Немножко вспомнили. Я ненавижу нестойкие вещи. Поэтому оно пойдет нахер. Будь он более стойкий, он бы у меня остался. Отвечаю. Приятно, что все идет в коробочках. Вот этот праймер питает, увлажняет. Корректор 2 в 1. Опять дама нарисована полностью с макияжем. Делают вид, что она, видимо, без макияжа. 309 рублей. Сейчас, наверное, 209, да? Нет в наличии. Представляете? Ладно. Выглядит прикольно. Побаловаться можно. Потом можно обсыпаться. Если вы в это не верите, покупайте. Если вас не обсыпает кожа такая, знаете, непробивная. Ей на все нассать. Покупайте, конечно. Меня не слушайте. Макс Фасфер. Я думала, он стоит дороже. 2900 отзывов. Значит, достаточно популярный у нас тон. Почему я так удивилась? Я купила 16 апреля. 178 рублей. Сейчас 116. Причем написано на карточке товара Fair. А у меня написано какой-то Fahit. Fahit, Fahit. Непонятно. Так, нет. YouTube не надо мне монету давать. Я вам отзывы посмотрю. Мне просто очень интересно. 2000 человек купили. 2000. Подождите. 16 апреля я также заказала хайлайтер, который я прямо сейчас выкину. 743 отзывов. Я не выкину, а с ним фото сделаю. Подождите. 134 рубля. Хорошо. Палетку я купила 16 апреля. Она стоила 831 рубль, а сейчас 797 рублей. До Color. Я купила, короче, первую, которая без фона. Просто палетка. На кое ху их тут две, я не знаю. Этот стик, да, однозначно. Я его просто в покупках не могу найти, когда я его брала вообще. Нашла. 294 рубля. Сейчас нет в наличии. Но, ребят, очень жаль, что нет в наличии. Это очень классная серая хрень. Да, непонятный бренд я пока что оставлю себе. Я бы с радостью пользовалась. Он хорош. Он тушуется хорошо. Пигментированный и серый. Это для меня основные моменты. Но, но, снова, не доверяйте ровно, как я. Пожалуйста, Белор Дизайн. Хороший стик. Вот я от Белл купила. Но я думаю, потом протестируем стик от Белл. Этот стик стоил 300 рублей, считайте. Второй стик 300 рублей, который у нас с вами был Young Vision. Недавно видос выходил. Помните? Там вообще рыжий-рыжий был стик. А Коля не помните? Бегом смотреть тот видос. Я для кого стараюсь-то? Да, в понедельник видео не вышло. Извините, пожалуйста. Я просто не успела. Вот я хуйня. Где я взяла? Ландыши, ландыши. Что-то весны, цветы. Где она? Я эту штуку для бровей взяла за 172 рубля. 20 мая. Сейчас она стоит 170. Очень много разных оттенков. У меня оттенок черный. Мне нравится. Полторы тысячи раз купили. Давайте почитаем отзывы, раз уж я на этой странице. А чего отзывы читать? Понятное дело, всем нравится. После четвертого раза использования лайнер засох. Нормально, доставка выдачи вовремя. А чего три звезды? А? Мария. Запечатанный лайнер сухой, нестойкий, карандаш супер. Махарус. Оленька, а это не карандаш. Солнышко мое. Хорошо? Ладно. Красится хорошо, смывается. Единственное, для меня темноватый. Короче, всем нравится. Это кошмар черный маркер. А вы чего хотели? Елена. Черный. А вы что заказали? Красный? Надо было смотреть, куда тыкать. А то вы, как я, назаказываете, а потом жалуетесь. О, что-то за Зозу тональный крем. Ну-ка, ну-ка. 197 рублей в закладочке на будущий обзор. Смотрю отзывы на Макса Фраера. Предлагаю перед этим выпить. Хороший тональный крем. Ребята, ставят одну звезду только те, кому пришел разлитый. Всем очень нравится. Тон 100 для блондинок. Так, стоп. Хорошо. Например, тон 100 для блондинок. Может быть, вы оговорились, но у меня, например, бабушка-блондинка и мама. Однако мама у меня достаточно загорелая. Примерно как я. Он на ней будет смотреться, как белое полотно. В плане для блондинок. Они могут быть загорелые, теплые, холодные, оливки. Вы что? Хороший тональный крем. Ложится ровно. Тот цвет, что и показывался на картинке. Тьфу, у меня у вас тут ничего не перекрыто. Без желтизны у меня была такая проблема. О, Софья. Такое ощущение, что на 102 наклеили этикетку оттенка 100. Он темноватый. Оранжевый в подарок пришла. Сыпь деньги на ветер. Прислушайтесь к Софье, пожалуйста. Понимаете, никто не написал. Вот никто не сказал, что Макс Фасфер это то же самое, что и Макс Фанктор. Вам так не кажется? Тут сзади даже состав есть. 35 миллилитров. Хорошо, смотрим по плюсам. Нахер его, блядь. Сейчас успокоюсь. Значит, хорошо. Он пока что меня не обсыпало. Он держится. Немножечко начал сиять. Вот так вот. Если смотреть по плюсам. Оттенок достаточно хороший. Такой мне подошел прямо в шею. Самое то, что нужно. Не окисляется. Вы найдете в нем плюсы, если вы не будете его брать. Так, теперь хайлайтер. Боже мой. Так, ребята. Вот хайлайтер, да? Я хотела с этим сфоткаться. По что я выкинула? Подождите. ХЗ вроде норм. Нормальный, но малый эффект. 134 рубля. Ма, хорошенько. Нормальный эффект, если себя натереть. Держится долго. По размеру мне нравится. По размеру хайлайтер? Для чего? Так, ладно, листаем дальше. А то у меня тут очень хорошая фантазия. Так, Ксения нам пишет. Хайлайтер как хайлайтер. Ничего сверхъестественного. На лицо наносить, конечно, по-странному след какой-то. То ли липкий, то ли еще какой-то остается. Сверкает. Но они типа не везде. А так за такие деньги под... Блядь. А так за такие деньги пойдет. Топовый. Моду набрать в дорогу. Топовый. Полина, а почему три звездочки? Пришел треснутый. И мало. Бля, немного, знаете ли. 134 рубля. Вы чего, блядь, хотели-то? Пришел треснутый. Ничего страшного. Мне понравился. Как мне нравится этот хайлайтер, пишет нам Вероника. Это вообще ничего не сказать. Блесткрррр. Просто супер. На тело прям самое то. Огонь. Беру же второй. Спасибо большое. Да, пожалуйста, моя хорошая. При открытии сразу сломался. Вообще не видеть на лице. Больше заказывать не буду. Не заказывай. И вы тоже не заказывайте. Ну, можно найти аналоги Fenty получше. Но, если вам удобен такой стик. Опять же, да. Я не должна всех троллить. Сейчас я угомоню тролля своего. Хотите стик? Пожалуйста. Можете взять. Ну, можно взять проверенный бренд Highlighter в стике. Но у них обычно не такой эффект. Видите? Тут такие мелкие блесточки. Но лучше взять что-то другое. От какого-нибудь другого проверенного китайского бренда. А не от бренда Rebea. Хуй с ним. До Color. 160 отзывов. Ну, что читать отзывы на тени? Блин, нормальные тени. Вы что? О, снова похожая девушка, которая на Макса Фраера писала отзывы. Вы что, у меня тут во всех отзывах будете? Так, на жирной коже, как у меня, скатывается в складку. Оно подходит для сухой кожи. К примеру, моей подруги тоже заказала эту палетку. У нее ничего не скатывается. А так, палетка классная. Дошла целой, к счастью. Праймер. Праймер. Ну, я тоже так насмехаюсь, да? Типа, фу, не знала, что праймер нужен, Махаруся. Но даже с праймером тени могут скатываться. Поэтому я понимаю. Маленькие кружочки в тенях до этого покупали подобные были больше. Надеюсь, что по качеству будут нормальные. Классные яркие тени за свою стоимость. 10 из 10. У Анастасии макияжа предложила. Спасибо, Анастасия. Классные тени. Они хорошо носятся, не смазываются. Яркие. Приехала быстро. Пигментация не хуже Бьюти Бэй. Софья. Серпом по яйцам. Также получила маленький подарочек. Правда, при скрытии боковки был разбит хайлайтер. Трещина на тени. А также был погнут уголок около румян. Самой вердикт. Настоятельно рекомендую. Но у меня тоже мятая пришла. Я просто вам не сказала. Вот этот уголок мятый. Вы видите это? Конечно, нет. Вот здесь. Но придираться. Подождите, не хуже Бьюти Бэй. Ну, давайте мы сравнить не будем, конечно. Эдаколор. Великолепная палетка. Бла-бла-бла. Короче, всем нравится. А что-то негативных отзывов-то и нет. Тени огонь. О, вот девушка, которая похожа была на ту девушку. Имя другое вроде бы. Тени неплохие, но цена завышена. Думаю, что цена от 500 рублей не больше. Но я вообще за 800 купила. С лишним. А сейчас 797. Понятное дело, не 2 910. Консилер считаю лишним, поскольку он сухой. Да вроде нормально краситесь. Почему вы думаете, что это консилер? Это пудра. Пользы нет. Румяна хайтер хорошая. Бла-бла-бла. На руке цвета кажутся яркими, но на глазах бледные. С базой по тени пярищи все равно не тост. Стала сомнительной палетки. Сравгонности нет. Первое время было раздражение и неприятное ощущение теней. Но может лично поправлять чувствительность и гласные привычки. Ребята, так же, да, с китайскими тенями. Да и вообще, у некоторых на Makeup Revolution, Revolution Pro, iHeart Revolution, Makeup of Session может быть что? Правильная реакция. Потому что это пигменты. А у кого-то может быть реакция на кармайн. Куда добавляется кармайн? Натуральный краситель из жука. Или искусственный ингредиент? Искусственный краситель. Соответственно, он добавляется в синие, голубые, фиолетовые. Но голубые не всегда. Синий, фиолетовый, красный, розовый. Наверное, в оранжевый периодически, смотря какого он оттенка. Кармайн или искусственный краситель имеет красный оттенок. Ну что могу сказать? Да, у кого-то может быть на это аллергия. Поэтому будьте осторожны. Понятно? Это Доколор бренд хороший. Но все равно, аллергию никто не отменял. На пигменты. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны и бдительны. И помните про сервис индивидуального подбора витаминов халса, мои хорошие. Что из сегодняшнего видоса могу вам посоветовать? Конечно, консилер от Клареса нам нужно. Клареса? Да, верно. Нам нужно все лицо или нужно? Я, знаете, что предположу? Нужно. Шиммер стик от данного бренда на самом деле ни разу не шиммер. Но прекрасная серая тень. Я вообще удивлена вот этому. Ну, это что? Ну, это на мне серый, да? На вас вообще может быть супер серый, если вы теплая. All Rise. Только стик, и то будьте осторожнее. Ну, и консилер от Клареса, потому что это польский хороший бренд. Хороший, как по мне. Одному консилеру судить не очень хорошо. На самом деле, я уже все лицо купила, ребят. Просто напишите, пожалуйста, что вам оно нужно. Это видео, а не мое лицо. Просто напишите, пожалуйста, что вам интересно это видео. Помада от Ювенион хорошая. Я ее вам почти не показала. Показывала в каком-то другом видосе. У меня сегодня опять укладочка топовая. Ну, и хер с ней. Самое главное, что мы нашли хорошие вещи среди дерьма. Хотя бы вот этот стик. Это уже хорошо. Хайлайтер тоже неплохой, но видите, он тускнеет. Ну, и палетка, если вы не боитесь. Но для меня The Color, для меня в моей голове, это то же самое, что Focalure You Can Be. Ну, или Beauty Glazed. А, ну и Spray Spray тоже классный. А праймер, что-то вы знаете, ни о чем. Но я его не выкину. Я кому-нибудь отдам. Я просто не хочу, чтобы меня обсыпало. Но я предупрежу, ребят, кому отдам, что обсыпать может. Ребята, что у вас есть из того, что я вам сегодня показала. Также я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не надоело мое лицо. Понравилось мое лицо. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставьте лайки, оставьте свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм. Потому что там вот я, это самое, я там. Да, если вы хотите видеть какую-нибудь жизнь, там мои какие-нибудь секретики. Да, там секретиков нет. Я пишу туда всякие рандомные мысли. Однако я все равно вас всех очень сильно что? Люблю. Правильно? Всем пока. Контур в подарок, которому шла... Что нам обещают? Невидимые поры, коррекция скин-тона. Ну что тут у нас такое? Пластмассовая палетка, деколор. Пластмассовая... Картоны, блядь, картоны. Еще, кстати, этот тон от Эвелин пришел. Что-то светло, да, по-моему? На восьмой минуте съемки заметить, что... Что-то, по-моему, очень светло. Нет-нет-нет, вернем обратно, пожалуйста. Смотрю отзывы на Макса Фраера. Подожди, блядь. Ландыши, ландыши, весны, цветы... Осторожнее, да? Эээ, чё? Шиммерстик. Шиммерстик от бренда Квик. Молрайс вообще переводится, типа, все встали. Как-то суд входит. Молрайс. Молрайс, маяфа. Сам фрайс. Ладно. Так вот, да, чё? Все, ребята, адреналин раш пить было не надо, потому что мне уже хорошо, а мне сейчас еще работать, понимаете? Работать в качестве препода, поэтому я побежала. Это я вырежу. Ландыши, ландыши весеннего поля, цветы... Там, по-моему, не так. Подождите, нам надо еще клубнику взять в руку. Оп, нет, я хочу эту 3D-палку. По-моему, мне будет не вырезать ее с карточки товара, поэтому... Мяу-мяу-мяу. Мяу. О, нет, сейчас сядет камера. А, что? А, ну ты маленький. Дай мама зафотографироваться, хорошо? Бля. Окей, we are done, we are done. Горан, гооран. Пора бежать. Да, Бублик, Бублик, Бублик. О, привет. Все, ребята, я пойду. Пойду гладить кота. У.